друзья всем огромный привет сегодня будем работать с вами вот с таким вот гнилым куском дуба он у меня длинненький я уже с немножко с ним поработал сейчас мы его отторцуем и отпустим фрезерный чипов доска конечно гнилая но это самая интересная работа с ней вот вы если вам будет интересно давайте ролик посмотрим до конца и не забудьте поставить по лайку и подписаться на канал то еще не подписан как видим я уже его немножко во фрезере он прошелся у меня сначала первым делом получается я выровнял плоскость при помощи фрезера ночи пушки так как у нас очень большой перепад пришлось мне вот сейчас вот такие вот усочки сделать это чтобы потом перевернуть и можно было сделать упор и я по кругу прошелся то есть сделал углубление почти прорезал то есть с одной стороны прорезал потому что здесь была самая высокая . и я стрелял от нее здесь нас конечно будет не так не дорезано потому что здесь было ниже вот ну как видим да тут большой перепад если мы сейчас возьмем вот здесь вот у нас один сантиметр а здесь у нас два миллиметра то есть доска была очень кривая за счет этого пришлось и выравнивать а так как она широкая в рейсмусе бы у меня не прошло потому что рейсмус меня 330 мне нужно было 350 то есть нас размер 350 на 600 то что с недопилен и мы сейчас допилим нас как видите прям некоторых местах вообще смотрите практически не надо ничего ломать вот так у нас все отошло эта сторона у нас тоже очень кривая так доску нашу выпустил по фрезе чтобы было ровненько нашел самую высокую точку то есть посмотреть какие перепады здесь у нас уже пальчик проходит вот таким вот образом нас происходит то есть мы скалибровали все четко чтобы она стояла ровно теперь мы с вами зададим точку самую высокую датчиком высот выставим в любую точку к сожалению нет у меня фрезы которые предназначены для слэбов придется делать концевой фрезой подольше но будет ровненько и все будет четко и и и и и и и и и на выходе получаем идеально ровную поверхность и от два прохода друзья какие вас получилась идеально ровная дощечка но с таким вот гнилыми эти бы наверно сучки были гнилые прям труху это выбирать я не буду я сейчас немножко стабилизирую эпоксидной смолой один край нас вот здесь так вот прямо открыто мы сейчас при помощи термоклея вот так вот заклеим сами то есть прям нанесем сейчас вот так термоклей по периметру и вот так вот прижмем то есть вот так у нас чтобы наша смола потом не вытекала дальше грудь весы и буду использовать вот такую вот эпоксидную смолу от line crystal она для тонких заливочек нам для грунтовки красы это делать подойдет теперь хорошенько перемешиваем смолу немножко подкрасил и добавил золотого пигмента ну я не знаю может быть и зря мы посмотрим что у нас получится по итогу то есть я делаю то что еще не знаю как это получится пускай они впитываются то есть видите сразу как она усела ушла работа конечно лучше в перчатке и в респираторе так друзья смотрите нас уже смола застыла то есть мы стабилизировали немножко может здесь будет выбираться и чтобы у нас все четко получилось что я хочу так же я сделал стабилизацию и с другой стороны также это все залил смолой как видите нашу заготовку я все выставил по центрам то есть отцентровал все сделал все хорошенечко проверю закрутил прижал чтобы нас никто не убежал а сейчас выставку сначала гравировку то есть я два этапа буду сначала выигрываю а потом уже углубление по контуру сделаем друзья в общем а так вот получилось после гравировочки красиво уже выглядит сейчас шестерочку фрезу поставил концевую и будем дальше уже выбирать в общем вот такая вот картина сейчас получается то что удалось отфрезеровать конечно некоторые маленькие моменты у нас улетели но тем не менее получилось я считаю что вот достойно вот про что я говорил что нас выборка было да то есть сейчас у нас маленько если было бы просто трухля вот это вся она была разлетелась и было бы черти пойми чё сейчас хоть это можно будет вот обрабатывать было для заливки буду использовать от line crystal вот такую вот смолу будем делать две заливки потемнее одна посветлее для первой нашего заливочки самый темный будем атакую темную синюю пасту использовать такой сразу темный синий цвет здесь как понимаете вот это сразу бортик сделал чтобы у нас как ну то есть как опалубка уже было теперь потихонечку буду заливать мне надо вот здесь вот самое темное место сделать вот так вот хотя бы что-то напоминающая карту морскую будем смешивать будем пробовать то есть мы сейчас такую подложечку темно-синенькую сделали с вами теперь я сделал такой полупрозрачный цвет и будем потихонечку подливать теперь возьму белой пасты буду так на свой взгляд так рисовать полосочки они сразу идутся где-то будет посветлее где-то потемнее в общем вот такая красота получилась не знаю насколько естественно смотрится но мне прям пока очень нравится вот есть все так и останется то это будет прям шикарно сейчас оставим полимеризоваться чтоб смола у нас застыла у нас после всех обработок получилась вот такая вот поверхность естественно это просто выравнивалась да где-то было больше смолы где-то меньше плюс на дереве была смола нам нужно было ее убрать чтобы дерево освободить теперь мы обработали шлифовали все это выровняли сейчас мы с вами обязательно хорошенечко обезжириваем то есть нас сразу даже вот тут где у нас матовая поверхность у нас все показывает какой у нас рисунок да мы это хорошо обезжириваем вытираем со всех сторон обезжириватель хорошо уветривается и проявляет все свои вот такие косички где что видно то есть мы все увидели какая у нас поверхность дальше будет теперь мы берем с вами смолу экстра она для такая она супер вязкая как раз вот отлично заливать такой последующий слой теперь все хорошенько перемешиваем и теперь прям сверху заливаем нашу смолу также все края все обмазываем смола наша полимеризовалась получилась вот такая вот красота единственное что надо сейчас убрать вот эти вот наплывы с другой стороны вот в этом весь минус так такого покрытия как бы когда он делаешь именно смолой сверху покрываешь вот так смотрится шикарно в общем все обработал на барабанно-шлифовальном станке немножечко полирну чтобы она не абразивная паста вот такая не помню какая-то марка знаю что тремовская я прям ее пальцем чтоб ничем не покорябать и немножко такой от полировальной машиной мы с вами все это уберем ну вот полируем до конца так вот так в общем выглядит после полировочки все шикардосно все красиво останется нам теперь на вот этой стороне на оборотной сделать подвесы чтобы можно было это повесить на стенку сейчас в общем делал на одном расстоянии два отверстия по два отверстия и прям следующее рядышком там сделаю то есть я сделал вот такие вот шайбы под конус до чтоб нужно было вот так вот поставить и прикрутить сделал разметочку сейчас на сверли отверстие и закреплю сейчас на пару саморезов люблю вот такую вот пропитку сделать здесь состав у нас смола сосновая потом терпиновое масло прополис и пигменты то есть нравится мне ее наносить очень хорошо впитывается в дерево и защищает очень хорошо мы сейчас вот таким вот образом при помощи фена будем разогревать и в общем насухо все это дело вытираем деревян дерево у нас пропитка защищена вот такая и сзади у нас красота также все болит в смоле переворачиваем вот такая красотища такая картина у нас по но такое получилось я надеюсь друзья ролик был интересным я думаю вы зацените по достоинству это все-таки труды получилось красиво достойно да это большая трудоемкая работа несмотря на то что работал за меня фрезерный чипу станок без него бы я конечно не обошелся и такую красоту не сделать все-таки вручную вручную так не вырежешь и надо пользоваться тем что есть у нас сейчас производят что продают то есть мир идет в ногу да как бы мир технологий и от этого никуда не деться во-первых облегчает труд во вторых все-таки должно быть все красиво вот если вам понравился данный ролик обязательно поставьте палец вверх оцените достойно поделитесь с друзьями кто еще не подписался подписывайтесь на канал время у нас такое также попрошу подписаться перейти в телеграм-канал там будет все последние новости потому что вы знаете что youtube нас все ограничивает и ограничивает и возможно мы скоро здесь работать и не будем а будем снимать на каких-нибудь других площадках так что подписывайтесь на телеграм-канал буду рад вас там видеть вам же всем крепкого крепкого здоровья всего самого хорошего до новых встреч пока пока